Кубок мира по бенде стартует сегодня в шведском городе Сандвикини. В отличие от чемпионата, на Кубке мира соревнуются не национальные сборные, а клубные команды. Для Ска-Нефтяника это, пожалуй, единственный турнир, который еще ни разу не удавалось выиграть. Как проходила подготовка хабаровчан в репортаже из Швеции. Для Ска-Нефтяника этот Кубок мира уже 16-й в истории. Лучшим результатом был выход в полуфинал, где армейцы играли 7 раз. Впрочем, в этом году в составе хабаровской команды 11 игроков, которые выигрывали почетный трофей в других клубах. Армейцы первыми приехали в Сандвикин, провели не только тренировки на льду, но и несколько товарищеских матчей. Окунулись в шведский хоккей, неплохо себя проявили. Были, конечно, моменты не очень хорошие, но я считаю, что без таких моментов сложно потом развивать игру. Кубок мира проводится ежегодно в Швеции, начиная с 1974 года. Свое название турнир приобрел в 1980 году. 29 раз его выигрывали команды Швеции. Россияне побеждали 12 раз. Главная особенность матчей за кубок в том, что игры идут в режиме нон-стоп, практически круглосуточно. И в день одна команда может провести сразу несколько встреч. У меня осталось чувство неудовлетворенности. Я три раза играл в финале Кубка мира, но пока он мне не покорился. Сейчас могу с уверенностью сказать, что команда проделала огромную подготовительную работу. И я думаю, пришло время побеждать. Кубок мира стартует 11 октября, а первые матчи армейцы проведут 12-го. Сыграют Светландом из Швеции и Акелес из Финляндии. Антон Примачев для программы новости.